Продолжайте молчать. Думаю, что это не в ваших интересах. Разрешите вопрос. Да. Как бы вы отнеслись к вашему разведчику, если бы он в аналогичном со мной положении стал давать показать? Я бы назвал это предательством. Почему же вы хотите, чтобы я это сделал? Потому что вам некого предавать. И вы сами это прекрасно понимаете. Если говорить о предательстве, знаете ли вы, что ваш отец не умер? А погиб в автомобильной катастрофе. Нам известно, что ваши хозяева имеют к этому прямое отношение. Почему я должен вам верить? Мне вы можете не верить. Владимир Гаврилович, дайте, пожалуйста, газету. Франкфурт Руншелл. Статья называется «Кто убил графа Тульева?» Нью-Йорк Таймс. Катастрофа или убийство? Ну, а Фигаро прямо пишет. Истинной причиной гибели Тульева и таинственного исчезновения рукописи было, несомненно, решение графа опубликовать во французском издательстве свои мемуары. Видимо, определенные политические круги некоторых стран не нуждались в откровениях старого разведчика. А уж разведотдел НАТО в подобной публикации тем более недоинтересованных. Вы и теперь не верите? Я устал. Проходите. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я хотел бы поговорить с шефом. Господин Себастьян, прошу вас. Принесите, пожалуйста, кофе, и я никого не принимаю. Контрольная открытка, отправленная в Приволжск, возвратилась. Со старой квартиры он выехал, и в адресном бюро не значится. Возможно, меняет место жительства. Тем более, должен был доложить, не похоже на Надежду. А у вас есть сомнения? А у вас есть уверенность, что все обошлось благополучно после так блистательно организованной вами переправы круга? Надежда сообщил, что Бекас прибыл. Когда у вас с ним связь? Завтра. Вот что. Запросите адрес. Запишите шифровку. Космическая разведка отмечает в квадрате 72-48 крупное строительство. Так вот, дорогой товарищ Надежда, в том квадрате, который они указывают, никаких объектов нет и не предвидится. Зачем это им понадобилось? Или у них неверные сведения? А вот их радиограмма. Что бросается в глаза? Абсолютная категоричность. Никаких тебе там может быть, по некоторым данным. А квадрат этот голая равнина. Так что вы думаете? Думаю. А они опасаются, что Надежда провалился. Хочешь к вас? Нет, спасибо. Этим самым они дают нам возможность снабжать их дезинформацией. Понимаешь? Потечет деза, значит, подозрения их правильные. Я думаю, что запрос об адресе тоже не случайен. Значит, беспокоится, собирается кого-то прислать. Да, в общем, похоже. А что, если Толеву пожить под моим присмотром недельки две-три в Приволжске? Раз уж они так торопятся, тянуть проверкой не будут. Рискованно. Подождем пока. Ничего не поделаешь. Придется тебе самому выкручиваться, встречать гостей. Поезжай-ка ты в Приволжск, оформляй прописку. И свою, и Надежда. Обоих? Да. И на работу его устроишь. А теперь садись, пиши радиограмму. По косвенным данным, точность которых проверю в ближайшее время, ваши сведения по Урану-5 не верны. Переехал на новую квартиру. И далее сообщает свой адрес. Вы, кажется, уже бывали в Москве? Да. В 44-м, в июле. Еще не забыли. Вы собирались отдыхать. Поинтересуйтесь, когда есть ближайшая туристическая поездка в Москву? Продолжение следует... Вы в первый раз в Москве, господин Крюгер? Да, впервые. Продолжение следует... С Notice... С Ε част infinity... Пос Nee... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажите, пожалуйста, сколько мы пробудем в Москве? Три дня, и на обратном пути еще день. Это посадство? Я хотел бы поговорить с культура атташе господином Клотцем. Гонтак. Здесь говорит Эрих Клуга. Я хочу передать вам привет из Кельна от вашего кузена господина Коха. В любое время я в вашем распоряжении. Уникальная запись. Вы приобрели и здесь? А как вам это нравится? Да, я уже обратил внимание. Тоже редкость. А вот здесь у меня нечто совершенно особенное. 17 век. Я знаю человека, ему удается приобретать вот такие шедевры. Старики умирают, а молодым это ни к чему. Что-то жарковато у вас. Как там себя чувствует мой кузен? Мучается ради кулитом. Это его военный сувенир. Может быть, вы хотите кофе? Да, только не очень крепкий. Если вас интересует, я могу помочь вам пополнить вашу коллекцию, господин Клюга. Я вам буду очень признателен. Мы подумаем. Я не курю? Это вам подарок от меня. Через неделю я снова вернусь в Москву. Я вас очень прошу не забыть относительно икон. Я постараюсь. Кто живой тут? Есть! Да найдется. Дон 21? 21. А хозяйка в магазин ушла? Нет, мне Курнакова Станислав Ивановича. Здесь он. А, здесь. Его тоже нет. А где он? В командировке. Надолго? А кто его знает? Может, на той неделе будет. Вот, не везет. А я ходил в радиомастерскую вашу. Мне там сказали, что он уволился. Адрес ваш дали. Да и зря ходил. Короче, но уволился. Между прочим, правильно сделал. Что там заработать-то? Денег мало платят. Нервная работа. Он и уволился. Теперь работает в транспортном агентстве, шофером. Так выгоднее? Ну, конечно. Между городами разъезжают. Воздух, красота. Всякие там премии, прогрессии. Закуривайте. Нет, спасибо, не курю. Хотите жизнь продлить? Как получится. Да, а я вот тут, значит, проездом в командировке. Приятель его просил его повидать, привет передать. Вот, значит, зря ходил. Так, если что нужно передать, можете мне. Я ведь тоже его приятель. Чего передать? Привет от Сергея Николаевича в Большой Полянке. Ну что ж, передам. Воды. Пошел я. Так что, папаш, может, кинем по банке-то, а? А то по-черному пить противно. Как, как, по-черному? А что значит? Ну, это когда сидишь вдвоем, ты и бутылка. А третьего нет. Нет, я в третий не гожусь. И это. Тоже хочу жизнь продлить. Ну, до свидания. Жаль. Ну, покеда. Какие новости? Он ушел из радиомастерской. И сейчас работает в транспортном агентстве шофером. Вы это проверили? Были у него дома, на работе. Судик утвердил. Ну, вот этот. Он сказал, что они друзья, живут в одном доме. Сейчас Курнаков находится в командировке. Когда он вернется? Должен вернуться через неделю. Передайте в центр, что Курнакова на месте не было. Вы знаете этого человека? Нет. Сразу видно, что вы не поклонник русской бани. А русские говорят... Да, я слышал эту поговорку. Нам кое-что стало известно об этом человеке. Думаю, что он сможет вам пригодиться. А эту фотографию возьмите обратно. Что-нибудь случилось? Пока еще нет. Имена меняются. Возможно, вам придется его убрать. Поставьте, где взяли. Раз пошли на такой рискованный шаг, прислали человека. Значит, не успокоятся, пока не увидят Тулиева. Да. Думаю, что арест долго от них скрывать не удастся. Опять кого-нибудь пришлют. Опять будут выкручиваться, пойдут в транспортное агентство. Там все в порядке. Все равно не успокоятся. Это верно. Придется им все-таки показывать Тульева. У тебя когда с ними связь? Завтра. Передай вот что. Получил привет с Большой Полянки. От Сергея Николаевича? Да, но не лично, а через Бекас. Подобные встречи в Приволжске нежелательны. Так. Ну, если понадобится, пусть дадут явку в Москве. Надежда. При обыске у вас обнаружен вот этот блокнот. Скажите, что означают эти записи из заглавных букв? Тип, Дин, Пак. Инициалы людей, на которых я мог рассчитывать. А по каким признакам они подбирались? Кто чем-нибудь был скомпрометирован здесь или за границей. Недоволен, тщеславен, любит деньги. Как у вас говорят, морально неустойчив. Вербовка агентуры входила в ваши обязанности? Отчасти. Применительно к моим заданиям. А в каком направлении эта агентура должна использоваться? В основном для диверсионных целей в особый период. Что такое особый период? Война. Какие же конкретные задачи возлагались на эти группы? Они определены приказами НАТО. В соответствии с общим планом военных операций против стран Варшавского договора. Выведение из строя объектов по снабжению энергией, водой, газом и продовольствием. Создание баз для размещения групп из войск особого назначения. А это что за группы? Группы по организации массового террора. И организация отрядов для борьбы с существующим режимом. Ну и какими же средствами предполагалось бы осуществить эти мероприятия? Самыми современными, включая бактериологическое оружие. Я лично никогда в возможность такой войны не верил. Не верили? А сами работали на нее. Стенник посчитает, что война самый радикальный способ разрешения всех международных противоречий. Я разведчик. Это моя профессия. Не выполнять приказы я не мог. А в политические цели я тогда особенно не вникал. Удобная позиция. Она нам давно известна. Виноват Гитлер. Он приказывал. А мы пешки. Так? Выходит, что так. Я ведь только теперь впервые серьезно стал задумываться о своей жизни. Что? Хозячая возможность? Вы имеете в виду арест? Не совсем. Несколько ранее. Прощаясь со мной, отец говорил. Какая ирония судьбы. Ты, последний из рода Тульевых, вынужден тайком пробираться на родину под чужим именем. Все же я завидую тебе. Если бы я мог, я пополз бы сейчас на коленях в России. Тогда мне его слова казались сентиментальными. Какая разница, где жить, а тем более умереть. Все равно для всех и всюду мы были чужие. И вот только теперь мне кажется, что я по-настоящему понял отца. Россия наша родина, и я не могу, да и не хочу быть для нее, для ее людей врагом. Мне трудно об этом говорить. А вам, вероятно, не менее сложно понять меня. А что же вы раньше не пришли к нам со своими мыслями? А может быть, вы поспешили с арестом? У вас есть к нам какие-нибудь просьбы? Я хотел бы написать Марии, но... Напишите. От Михаила? Да. Вы видели его? Конечно, ничего. Он обо всем написал здесь. Просьба большая к вам. Никому об этом письме не говорить, никому его не показывать. Хорошо? Хорошо. Если задумаете ответить, я зайду часов в пять. Удобно вам? Да, удобно. Я вас провожу. Спасибо. До свидания. Здравствуй, Машенька. Мне разрешили написать тебе. Не знаю, примешь ли ты это письмо, но... мне очень нужно, чтобы ты его прочла. С чего же начать? Спасибо. 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 Ну, что еще? Отдала Сашеньку в ясли. Ему там так нравится, когда я прихожу за ним. Плачет, не хочет уходить. Посылаю его фотографии. Вот такой он сейчас. Продолжается посадка на рейс 943-й Москва-Запорожье. Повторяю. Продолжается посадка на рейс 943-й Москва-Запорожье. Пассажир просит пройти на перо для посадки в самолет. Зал номер один. Александр Николаевич. Как это прекрасно, что вы не опоздали и не перепутали рейс. Юлька, ты знаешь, рейс я действительно перепутал. Почему ты решил, что прилетаешь в Шереметьево? Познакомься. Римма. Мы вместе отдыхали. Ехать подано. Прошу. Хорошо. Что же вы раньше баньку не жаловали? Раньше баньку-то до ванной обходился. К старости уж кости пар потрепали. А вы давно по бакуму делали? Уж годов 15. Сколько по ивенчикам через ручки перешло. Ивенчики березовые, волосы добрые. Всякого множества. Для клиентов два академика. Четыре лауреата. Артистов разных там штук пять. Ну, Пухокин, ты знаете? Тоже. Даже пивком не позволить. Конечно, разные есть. На третьем диване. С термосом? Да, тягет. Думаете, он чай пья? Коньяк возьмет. Большой человек. Астронома заведует. Это на нем написано, да? У меня глаз алмаз. Его дружок, агент по снабжению, уже присел. Тот перед посадкой коньячок с легким паром стал употреблять. А до этого сын не в ком уходился. Этот тоже недавно на коньяк перешел. Верный признак и сядет. Я смотрел, вы тонкий психолог. Психолог. Что делать? Работа такая. Ну, я думаю, нам пора на коньячок переходить. Что, Николай Михайлович? Я по-другому соображаю. Скажу вам так. Берешь чай, крепкой заварочку, после банки лучше ничего не слышишь. А вы скоро заканчиваете? Да, минуток через тридцать и пошабашу. Чайку я попер. Был у меня дружок, агент в цирке работал. Укротителем. Ну, его этот тигр съел в прошлом году. Так он всегда так выражался, все в наших руках. Ну да, тигр съел. Вчистую. Я тут недалеко живу. Так что, как говорится, милости прошу, к моему шалашу. Все. Я сейчас. Продолжаем наши радиопередачи. Музыкальная программа после полуночи. Значит, ранил меня в 44-м. И контузило. Отвалялся в госпитале. Списали почистую. Воротился в свою деревню, в Орловскую область. А там в Николане двора одни трубы с копченой стоять. Что делать, Николай Николаевич? Подался в Москву. Устроился дворником. Вот эти хоромы мне дали. А что, жить можно? А потом один дружок хороший баню устроил. Ну, работа чистая. Ну, вот вся история. Да, чего в войну не бывало? Да. Я отзнавал одного человека. Жил себе спокойно в деревне. С братом своим, а твоим, между прочим, тезкой Кондратом. Тоже в Орловской области. 41-м оба на фронт пошли. Под Харьком попали в окружение. Кондрат на мине подорвался. А Василий брат сохранил и обратно к своим пробиваться не стал. А пошел сдаться в плен. Ну, понимаешь, надоело в атаку ходить, ура, кричать. Отпрылили немцы в Освенце. Но не в лагерь, а в шпионскую диверсионную школу. И стал он числиться под номером 75-м в списках разведоргана Цепелин. Кличку ему дали. Тихий. Работал карателем в зондеркоманде СС-10А. Участвовал в акциях в Краснодаре, в Мозыре. Потом прибавил, не помню, что там чем. Оставили немцы его в небольшом селе, сделанном начальником полиции. А тут как раз наши вернулись. Совсем не кстати. Забрался человек в погреб у одной своей зазнобы. И аж до 46-го так вот в погребе и просидел. Боялся на свет белый выйти. Люди с фронта вернулись, отстраиваются стали. Он в погребе сидит. Но потом зазноба его выгнала. Надоел он ей, на кое нужны. Есть мужики покрепче. Спасибо не выдала. Но он в Москву. В дворник поступил. Да. История. Вот какие дела бывают, Василий. Извиняюсь, Кондрат. Что ты смотришь? Ты же имя брата присвоил. Вы ошибаетесь. Мне за того принимаете. Нет, к сожалению, я ошибаюсь. За того самого принимает. Смотри. Вот. Дал добровольное согласие. Откуда это вас? Хе, мало ли. Да бог с ними, они мне не нужны. Может хоть сейчас жить. Давай все это дело забудем, Василий. А у меня к тебе предложение есть. Да не бойся, советская власть от этого не пострадает. Я, понимаешь, обменом занимаюсь. Камешки меняю. Камешки? А, клиенты у меня солидные. А твоя работа простая. У меня коробочку взял кому надо, передал. А за это премия. Влады? Какой человек? Нет, я его не знаю. Вы пользовались полным доверием у руководства центра? У шефа, да. Вы давно знаете его? Я связан с ним 15 лет. Знаю, что до войны он жил в Аргентине. Его немецкий язык и до сих пор оставляет желать лучшего. Какой-то дальний родственник Гелена. Думаю, что этим и объясняется его быстрая карьера. А Себастьян? Себастьян. Этот появился недавно. С первых же дней. Относился ко всем с подозрением. Отца моего просто возненавидел. Чем вы это объясняете? Отец раньше занимал его место. Да и вообще Себастьян каждого русского считает потенциальным врагом. Он поддан из Соединенных Штатов? Не знаю. Прислан Центральным разведывательным управлением. Я с ним познакомился в Гармиш-Паркен-Кирсине. В школе по подготовке разведчиков. Вы участвовали там? Три раза. Подбирал агентуру для использования в Иране и Турции. Вы рассказывали о своих миссиях в странах Азии и Ближнего Востока. Помните вы адреса явок, паролей? Кое-что помню. Были агенты, которых вы знали, так сказать, в частном порядке? У двоих был в Стамбуле. Одного знаю в Афинах. Правда, это было давно, живы ли они сейчас. А в европейских столицах у вас есть такие знакомые? К поручению шефа я встречался с одним человеком в Брюсселе. Правда, поручение это было частного порядка. Кто? Насколько мне известно, он жил и учился в Париже. Во время оккупации сотрудничал с немцами. Был приговорен партизанами к расстрелу. Сбежал в Бельгию. В последнее время руководил там какой-то крупной лабораторией. А потом уехал. Куда? В Западную Германию или Швейцарию. Вы можете его описать? Да. Сделайте это, пожалуйста, в нашей завтрашней встрече. Алик? Да, Юленька. Намотался я сегодня на заводе, в редакции, в институте. Привет. Сними башмаки. Слушаюсь. Получила от мамы телеграмму. Наш археолог замерзает в поездке. Просит выслать теплые вещи. Тебе привет. Спасибо. Ну, знаете ли, просто Версаль. У нас никогда не было такого порядка. Если ты нарушишь этот порядок, в следующий раз будешь убирать сам. Понятно. Пиджак. Прости, пожалуйста. Между прочим, ты читаешь литературную газету? Так там прямо написано, мужчин надо беречь. Как ты относишься к этой идее? Отрицательно. По-моему, мужчины просто обленились. А, и ты еще хочешь после этого, чтобы я на тебя женился? Ха! Эту хочу не столько я, сколько ты. И если это произойдет, хозяйничать будете вы, Александр Николаевич. Слушай, ты не оставляй этой соседке ключи. А то она стала очень любопытной. А что такое? Ну, а ты что? Сказала твоя любовница. Идиотизм. Ты тебе вештег с луком? Естественно. Видела сегодня Риму, она договорилась насчет переводов для тебя. Правда, технические. Ну, какая разница? Лишь бы денежки платили. Да, и Володя едет за границей. Сейчас многие едут. Куда? Не то в Бельгию, не то в Швейцарию. Служебной командировкой кажется всего вдвоем или втроем. Это тебе не в стадии туристов. Думаю. Никаких идей на этот счет не возникает? Не понимаю, о чем ты говоришь. Я думала, у тебя рефлексы отработаны. Он мог бы нам что-нибудь привезти. Например? Например, французские духи или краска для ресниц. И если тебе приличные галстуки привезут и нам замшевое пальто, тоже неплохо. К чему ты клонишь? Говори прямо. Нужно достать валюту. Ну, что значит достать валюту? Как будто это красные крали в облах. Доставай. Нет, ты определенно старможен. Неужели до тебя не доходит? Спасибо. Ты же дружишь с этим адвокатом? С Кокой. Он наверняка может достать. Я знаю. Что ты знаешь? Что? Ну, попроси его. Не болтай ерунду. Не смей произносить в моем доме его имени. Запомни, он мне не друг и другом никогда не был. Побереги нервы. Тебе не друг, так мне сосед. И, между прочим, это он нас познакомил. И хотя бы из одной благодарности могу относиться к нему уважительней. Вот и целуйся со своим соседом. Как быстро слетает с тебя респектабельность. Римма же устраивает тебе переводы? Почему ты не можешь ей помочь? Ах, это уже только Римме нужно. А мне плевать на нее, если твоя подруга такая же, как ты. Что ты кричишь? А потому что мне надоели твои бесконечные разговоры про барахло. Достань, купи, купи, достань! Сколько можно? Может быть, и я тебе надоела? Может быть. Хорошо, обойдемся без тебя. Не советую связываться с Кокой. Спасть тебя за бесплатный совет. Юля, этот сюрприз не ожидал. Николай Николаевич, познакомьтесь, это моя подруга Римма. Здравствуйте. Здравствуйте. Одну минутку, а сейчас вы тут располагаетесь на Римме. Да, Алик меня бросил. Вы тоже нехорошо соседка. Прошу вас. Николай Николаевич, мы к вам с просьбой. Ну, не надо так уж сразу, честное слово. Вы хотите сократить мне удовольствие? Не будем спешить. Посидим, поговорим. Вина будет. Я хорошее вино достал по случаю. Вот так. Вот Риммочку я вижу в первый раз. Видите, как интересно. Пожалуйста. Вот. Николай Николаевич, я понимаю, что приличие требует поинтересоваться здоровьем, а потом уже просили в долг десятку. Но я считаю, что это как раз и неприлично. Юля, вам нужны деньги, да? Да, но не рубли. Господи, копейки, сотни, тысячи, пожалуйста. Нет, нам нужны доллары. Ну, доллары. Здесь же касается, мои дорогие, найти доллар. Они же на дороге не валяются. Ну, вы же все умеете, все знаете. У вас только знакомых. Вы же сами говорили. Ну, на что они вам есть не секрет, конечно? Понимаете, спасибо. Римма вот все объяснит. Мой друг научный сотрудник. Он едет в командировку за границу. Но у него больная мать. Нужны лекарства, а у нас пока нет. А ваш друг научный сотрудник не боится вести валюту через границу? Могут быть неприятности. О, ну что тут особенно? Многие так делают. Уж многие. Делают так как раз очень немногие, Юля. Николай Николаевич, ну, помогите нам. Такой случай. Такой случай, когда я не могу быть ничем вам полезным, честно. Рад бы, но не имею никакой возможности. Никакой. Ну, все. Ну, Николай Николаевич, извините нас. У нас очень мало времени. Ну, в кои-то веки пришла Римочка. Вдруг сразу, ну, как нехорошо. Мне видно, что я не смог быть вам полезным. Юлечка, хорошо. Спасибо. Простите, Мураль. До свидания. Ну, надеюсь, еще увидимся. Рад вам познакомиться. До свидания. Да, Юля, чуть не забыл. Можно вас на мягушку? Римочки, извините. Почему вы не пришли ко мне одна? Ну, поймите, есть же вещи, о которых нельзя говорить при посторонних. Вы поймите меня правильно. Ну, понимаете, Римма моя близкая подруга, потом это для нее. Но я вас понимаю, извините. Сколько долларов могут стоить эти лекарства? Двести, двести пятьдесят. У меня знакомый недавно вернулся из органичной командировки. Может, у него остались какие-то деньги, чем-то на двести. Ну, в общем, знаю, постараюсь для вас что-то сделать. Как зовут ее друга? Володя Барков. Володя Барков. Вот пусть Володя Барков встретится со мной. Хорошо, он к вам зайдет? Нет, лучше не у меня. Давайте так, послезавтра в десять утра на почтамке на Кировской. Вы ему меня покажите и вступаете? Лады? Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Вон, у 54-го окна, видишь, высокий седой? Николай Николаевич? Ну иди, я подожду тебя в метро. Николай Николаевич, здрасте. Вовочка, сколько лет, сколько зим, смотри, загорел, отдохнул. Хорошо отдохнул, да? Одну минутку, я сейчас вернусь. Ну, выходить на улицу я сейчас. Казин Николай Николаевич, пожалуйста. Если бы не за что к приятелю не обратился, соседские чувства. У вас с собой? Да. В магазине положите ко мне в карман то, что принесли, я вам. Приятель только из-за лекарства согласился. Сиди, сиди. Привет. Здравствуй. Читаешь? Наверстываю, упущенное. Ну да, раньше времени не было. Да нет, скорее подходящего состояния души. Газеты, журналы регулярно дают. Да, спасибо. Есть еще любопытное чтение. Вчера получили. Липа? Нет. Приглашение официальное. Вполне. Так, значит, игра продолжается. Да. Вот хотят на тебя взглянуть. Соскучились. Отказывать не имеем права. Может, они тебе не очень верят? Не думаю. Скорее, опасаются, что подменили. В общем, в музей надо идти. Доверяйте. А если нет? Идти все равно ведь надо. Ах, хотел бы я поглядеть на шефа. Если бы он узнал кого прислал ко мне. Я тоже. Ах, хотелось бы. Медамы, мусье, в этой салле, вы можете видеть эти монументы для греха антикен. Это были колонны и портики из эпоха классики. Здесь, есть маленькая статуэтка в кабинете до греха антикен. в второй половине в 5х с.х. В этой битрею, в кокрой божественной колокольской божественной геции. Ваши атики. На гаше, в целях статус от Кореатики «Рефеио», «Совениры д'Элад», «Совениры джеджер», «Совениры джеджер», «Совениры джеджер», «Совениры джеджер», «Совениры джеджер». А теперь, мы собираемся в этой галере. Извините меня, месье, и какого века эта скульптура? Скульптор неизвестен, бронза красива. Вы, месье, тоже очень симпатичный. До свидания. Свободен? Да, нет. Ярославский. Алло, такси! Э-э-э! Текст! Приволжь. Так, третья группе. Минуточку. Видел кого-нибудь? Ни знакомых никого. Спасибо. Пожалуйста. У вас готова пленка? Михаил Александрович, посмотрите, пожалуйста, на экран. Сидите, сидите. Может быть, среди посетителей музея был кто-нибудь, кто вам знаком? Знакомых я никого не увидел. Я уже говорил. Но ведь кто-то должен был быть. Иначе им не было смысла вызывать вас. Особенно в Москву. Может быть. Дайте пленку. Нет. Нет. Минуточку. Могу я попросить назад еще раз? Дайте последний кусок еще раз. Пожалуйста, последний кадр повторите. Себастьян. Вы в этом уверены? Да, уверен. А кто второй? Второго не знаю. Вы с ним не встречались? Вы, может быть, где-нибудь видели его? Нет. Когда вы вышли из музея, он пошел за вами. Видите? Потом вы взяли такси, а его в течение часа ждала вот эта машина. И он поехал за вами на вокзал. Вот она. 59-88. Потом он вышел на перрон и ждал, пока отправится ваш поезд. Вероятно, хотел убедиться, что я еду при Волжск. Но я его не знаю. Ну что ж, благодарю. Евгений Иванович, проводите. Слушаюсь. До свидания. Значит, все-таки узнал Себастьяна. Это тот самый, который тебя запрашивал? Да. Главный советник шефа. Себастьян приехал с туристской делегации из ФРГ под фамилией Клюга. Эрик Клюга. Но второго он мог и не знать. Второго мы тоже установили. Это Фридрих Клотц. Дважды посещал нашу страну. В 59-м как турист и в 62-м с торговой делегацией. Работает в посольстве, советником по культуре. Интересуется антикварными вещами. После вокзала встречался с Казиным в кафе Валдай. Мы показали эти фотографии Ступину. Он утверждает, что именно Клотца видел у Казины. 316, 316, 1-9-4-5-6, 1-7-4-4-3, 9 0 6 7 8 4 3 0 2 1 1 6 7 8 8 4 4 9 5 1 9 4 4 7 0 6 1 1 4 1 2 6 6 7 Считавелева Тểтовал DimaTorz На что? Ну вот, как новое. Спасибо. Сейчас я поешь ее. Ну и венчик у тебя, папаш. Душистый, как о Николон мечта. 65 копеек за валашку. Это можно. Недаром меня к тебе Николай Николаевич прислал. Закуривай. А здесь курить нельзя. Да ладно. Сейчас я соберу белье. Зайдите. Я раньше сундуны любил-то. Там и бассейн побольше. Но зато здесь у вас пар получше. Послушай. Заходить почаще. Да часто нельзя. Боюсь, Сорокина гнездо вытащит. Ну что, пока? Да давай по бутылочке-то. Сделаешь? Да-да. Все в наших руках. Ну, девочки, давайте прощаться. Только без слез. Ты не забудь. У меня сорок второй, у нее сорок шестой. Ну да. В сумме, значит, большой слез. Зачем? Все хорошо. Ну, все будет хорошо. Посмотри, Володя. Не забудь звонить. Ну, конечно, позвонить. Счастливо. Привет. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые радиослушатели и телезрители. Завтра в нашем городе открывается симпозиум по электронике. Толька что приехала делегация Советского Союза во главе с профессором Васнецовым. Добрый день, профессор. Что вы можете пожелать симпозиуму? Успехов! Успехов! Я миткулсер Данайке. Пробесор Вендель, рад вас видеть. Познакомьтесь, пожалуйста, мой товарищ Барков. С Кутюрье вы уже знакомы. Это наш директор-распорядитель. Вы его гость, он будет вас сопровождать. Это мой секретарь, Жозефина Кляр. Как себя чувствует профессор Клаус? А он уже приехал. Как себя чувствуете? Путь теперь уже неплохо, небольшая автомобильная катастрофа. С тех пор он ездит только на велосипеде. Вы прочитали мою книгу? Да, очень интересно. И готовы с ним спорить? Ничего, мы с профессором договоримся быстрее, чем с вами. Месье Барков? Да, Владимир. А вы, судя по имени французенцев? Да. Вы говорите по-французски? Несколько лучше, чем по-немецки. Вы сегодня можете располагать своим временем. Открытие симпозиума завтра в 10 часов. Машину я пришлю сюда. Господа, я думаю, вам будет удобно. Спасибо. 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 А это программа симпозиума. Ваш доклад, профессор, в вторнике. Хорошо. Сообщение господина Баркова в пятницу. Хорошо. Времями уточним. Если я вам понадоблюсь, я всегда к вашим услугам. Пожалуйста. Благодарю. Мой телефон. Спасибо. Хорошо отдохнуть. До свидания. Счастливо. Господин Кудюриев, так, у меня к вам просьба. Я бы хотел что-нибудь приобрести для девушки. Ага. И боюсь, что у меня потом времени не хватит. Не могли бы вы мне посоветовать какой-нибудь магазин? А у нас магазинов много. Например, недалеко Бассаж, второй квартал. Там все есть. Может, вас подвезти? Нет, нет, нет. Спасибо. Ну, спокойной ночи. То есть день. До свидания. До свидания. Спасибо за консей. Бон шанс. Бон шанс. Бон шанс. Бон шанс. Сп sentiments Smallery ranged Skepsons. Да, я знал. Молодец. По ко мне. То есть жизнь Снековая. По ко мне. То есть можно побли️ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я понимаю, господин Большой Серси. Принесите, пожалуйста, костюм. Приготовьте кофе и коньяк. По русскому обычаю, покупку принято обмывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы смогли бы остаться здесь хотя бы на месяц... Сколько времени? Четыре часа. К сожалению, мне нужно уходить. У профессора скверная привычка. Он иногда работает по вечерам. Вы давно работаете у него? Не очень. Профессор часто путешествует. Ну, я его сопровождаю. А для одинокой женщины... Это единственная возможность сделать свою жизнь более интересной. У вас плювер? Вы знаете, поэзия? Конечно. Я думаю, что вам понравится. Помнишь, Барбара. Он плывал безусловно на Брест. Помнишь ли ты, Барбара, как над Брестом шел дождь с утра? А ты такая красивая, промокшая, счастливая. Ты куда-то спешила в тот день, Барбара. Русский язык очень красивый. Но я поняла только Барбара. Спасибо. Пси-1 и Пси-2 Фазовые сдвиги, вызванные отражением. Ф Набег фазы при прохождении плоского слоя. Таким образом, если эти выкладки верны и наши рассуждения вам кажутся справедливыми, нам остается только порадоваться. И еще прошу не считать меня единственным автором этого решения, так как я представляю коллектив, который счел целесообразным поделиться с вами результатами своих исследований. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы разделите мое мнение, если я скажу, что доклад молодого советского ученого был чрезвычайно интересен. Проблема, затронутая в нем, открылась для нас с новой и, я бы сказал, с неожиданной стороны. А сейчас, господа, перерыв. Поздравляю вас. Отличное сообщение. Возможно ли, чтобы господин Барков встретился с моими студентами? Повторник ведь мы улетаем. А может быть, профессор Венделя обратится в Москву и мне разрешат задержаться на несколько дней? Конечно. Нет, то сделаем. Я не возражаю, но нужно поговорить с Москвой. господин Барков. Господин Клаус хочет с вами познакомиться. Я поздравляю вас. Это был отличный доклад. Мне бы хотелось пригласить вас в институт и поговорить там поподробнее. Поговорите, пожалуйста, с профессором Васнецовым. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Примите мои поздравления. Я очень рада вашему успеху. Извините, я немного опоздала. Занималась вашей новой программой. Я очень рада, что вы остаетесь. Я тоже. Фройен Жозефина, а мы жаждались вас. Вот это для вас. Я принесла программу господину Баркову. Я бы хотел кое-что объяснить вам. Вот здесь в программе написано «Свободный день», а профессор Вендер предложил мне везти вас на озера. Прекрасная идея. И не забудьте, пожалуйста, в будущую пятницу обеду профессора. А вы там будете? Там будут только ученые-мужи. Какие уж мы сухари, к вам это не относится. Так вы будете там? Но если вы настаиваете... Надежде, прикажите Пикассо выехать из Москвы 12-го поездом 9, снять участок дороги на 30-м километре после Новотрубинска, затем установить на ближайшей станции у подъездных путей счетчик, забрать его по истечении 10 дней. Инструкцию и прибор получите у Акулова. Да поможет вам Бог. Все, прибор получаем. Судя по инструкции, прибор регистрирует радиоактивность проходящих кружек. Опять Новотрубинска. Если они так настойчиво добивались проб воды и земли именно из этого района, ничего удивительного в этом нет. Судя по показаниям Тульева, они предполагают, что там находится атомный комплекс. Насколько они ошиблись? Километра 800. Американцы два раза просили разрешения поохотиться в этих местах. Турецкий атташе. Никогда раньше не увлекался охотой. Тут тоже потянуло в тайгу. А вы им отказали? Да. От этого их еще больше туда потянуло. Так, предположим, что им удалось установить, что никакого объекта в этом районе нет. Дважды брали пробы. Ты, Ступин. Дважды пробы показали наличие радиации. И вдруг оказывается, что ничего здесь нет. Правда, нам об этом нужно было подумать раньше. Мы обратились в ваш институт с просьбой очень важной и абсолютно секретной. В районе, в который вы едете, нет никаких военных объектов. Строительство, которое ведется там, сугубо гражданского назначения. Но нам с вами нужно замаскировать этот район таким образом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что именно там находится атомное производство. Будем исходить из предположения, что те, кто будут интересоваться этим объектом, могут использовать космическую, авиаразведку, радионаблюдение. Ну и не исключены агентурные возможности. С вами поедет наш представитель, строитель. Ну, а весь район мы объявим закрытой зоной. Получение хорошего изображения весьма проблематично. А я вам говорю, что это реальность. Дорогой Барков, ну нельзя же выдавать желаемое за действительность. Да, мы так же, как и вы, получаем такие изображения на сигнетоэлектриках и разрабатываемой нами системе типа СуперКон. Это далеко не идеальное решение. Иногда вообще трудно понять, что изображает это изображение. Зачем же идти таким сложным путем? У нас это называется доставать правой рукой левое ухо, вот так. Только пленки на основе жидких кристаллов Теллура могут дать необходимый результат. Извините, но я не могу с этим согласиться. Мы тоже проводили эти опыты, но безуспешно. О чем вы говорите, профессор? У нас же получилось. Хорошо, но я должен объяснить профессору. Добрый вечер, фрауленд. Вы выглядите великолепно. И вы тоже прекрасно выглядите. Тысячу извинений, господа. Я очень рад вас видеть. Мне кажется, что вы много выпили. Чуть-чуть, но меня вы совсем забыли. Это настойчивость профессора Клауса выбит любой хмели с головы. Уведите меня отсюда, мне скучно с ними. Профессор Вендель не обидится, если мадемуазель Жозефина и я исчезнем. Нам останется только сожалеть. Субтитры создавал DimaTorzok О чем вы думаете, о вас? О нашей поездке на озера? Без вас мне было бы здесь очень грустно. О том, что через два дня наступит пятница, вы уедете, и я снова останусь одна. А я уже привыкла к вам. Кутюрье мне сказал, что профессор Клаус предложил вам поработать в его институте. И вы отказались? Естественно. Как бы вы поступили? Я не знаю. Не знаю. Я реагирую другую. Вероятно, по-другому. Това есть феминина. Музыка закончилась. Нет. Она продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И ты управлялся. Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь я живу. Вы меня прогоняете? Нет? Меня очень строгая хозяйка. Вот это моя хижина. Это не хижина, это настоящий дворец. Я его королева. Мантию, Ваше Величество. Что мы будем пить? Посмотрите в бар. Будем пить напиток с солнцем. Мы будем пить пить солнцем. Хорошо. Какой? Вот здесь. Чинь-чинь? Чинь-чинь. Если бы не вы, Жозей, я бы не увидел самого прекрасного в этой стране. А мне было приятно быть вашим гидом. Садитесь, пожалуйста. Приезжайте в Москву, Жозей. Володя, вы похожи на всех мужчин. В Москве вы меня даже не узнаете. Я вас никогда не забуду. Жозей. Жозей. Не надо, Володя. Вы все равно уезжаете. А что я могу сделать? Жозей. Вы удивительная женщина. Жозей. Кто там? Жозефина, откройте, пожалуйста. Я уже сплю, фрау Мертен. Это очень срочно. Хозяйка. Я не хочу, чтобы она вас видела. Подождите, пожалуйста, там. Криминальная полиция. Садитесь, пожалуйста. Что вам нужно? Вы известны Интерполу под именем Жоржет Хемлин, которая обвиняется в незаконном хранении и торговле наркотиками. Это какая-то ошибка. Я никогда не носила имени Жоржет Хемлин. Я работаю у профессора Венделя. Он может это подтвердить? Да. Номер телефона. Понимаете? Он будет недоволен, если его так поздно побеспокоят. Здесь еще кто-нибудь знает вас? Наш директор Филипп Кутюрье. Пожалуйста, наберите его номер. Я с ним поговорю. Пожалуйста, наберите его номер. Я с ним поговорю. Известно ли вам фройлен Жозефина Клер? Я прошу вас переехать в полицейское управление. Сейчас, пожалуйста. Одевайтесь, вы пойдетесь с нами. Чего же вы еще ждете? Осмотрите комнату. А кто этот господин? Господин Борков, ученый Советского Союза. Странное место для приема гостей. Ваш паспорт? Мой паспорт в гостинице. Какой? Вы тоже поедете с нами. Прошу вас. Пожалуйста. Нет. Мой паспорт в гостинице. Он милый. Такая милая женщина. Я даже не знаю, как сказать профессору Венгелю. Ведь это моя протекция. Месье Володя, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы тут ни при чем. Я договорился с комиссаром. В посольстве они сообщать не будут. И ваша фамилия в протоколе не фигурирует. Пожалуйста, соблюдайте. Нет, спасибо. Я пройдусь. Спокойной ночи. Папаша, куда вы? Жизнь так прекрасная. Тушная. Не простудитесь. Мы поручили двум своим агентам произвести съемку одного и того же участка. Снимки сделаны в разное время, но совпадают между собой. Они совпадают и с тем снимком, который вы нам предоставили, мистер Маклой. Приборы нашего спутника отмечают значительное радиоизлучение в районе, который вас интересует. И наш счетчик показал, что к объекту направляются составы с радиоактивной рудой. Попытки наших официальных представителей в Москве получить разрешение на поездку в этот район не дали результата. По мнению экспертов, наружные сооружения, скорее всего, маскировка. А само производство спрятано под землей. Если вам удастся получить какие-нибудь новые сведения, мы будем вам признательны. Мы уже сообщили нашему резиденту, что заинтересованы в любых сведениях по этому объекту. Я бы вам порекомендовал продублировать эту же просьбу вашему военному атташе. Недавно на симпозиуме по электронике находилась советская делегация во главе с профессором Паснецовым. У нас есть основания предполагать, что институт, который они представляли, имеет прямое отношение к созданию противоракетного пояса вокруг основных промышленных центров. И, в первую очередь, вокруг Москвы. Вы понимаете? Первый удар должны нанести мы. Я согласен с вами. Создание аналогичного пояса в Штатах по плану Сейфгард обойдется примерно в 70-100 миллиардов долларов. Нам известно, что ваши сотрудники интересовали советской делегацией. И нам бы хотелось знать подробности. Себастьян, принесите, пожалуйста, досье Филиппа Кутерье. Дай попросите дать нам кофе. Мой шеф хотел бы встретиться с вами. Может быть, во вторник у нас в гармеш Партнкирхене? Мы купим 20 комплекта вашего оборудования, но о сроках поставок мы и договоримся. Нам удалось сделать несколько снимков. Кто это? Борков. Он работает в институте профессора Васнецова. Из-за того, что он торгомендовал заинтересоваться его. Продолжение следует. Любил водичку по führenь.